Добрый день. Добрый день. Ну потихоньку с Божьей помощью под управлением архипископа Мениамина службы идут. Пока на домах в Мичуринске в Домовом храме. Вот поедем на соборование, будем созваниваться, когда там можно будет. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Не против, да. Говорите. А тут у нас есть такие общины, какие к Матвеевсам ушли, а епископов у них не осталось. А без епископов это уже не церковь, я считаю. И там умер какой-то священник в 40 с лишним лет, и им вообще окормляться негде. И вот сейчас будем беседовать, чтобы в одно общество сойтись, в одно общину. Кто будет согласен, кто будет топориться, но без причастия, как это, без причастия быть. Я даже удивляюсь. Вы в каком городе находитесь? В городе Липецк. Какой? В городе Липецк. От Воронежа 120 метров, да. Липецк? А у вас кто епископ был? Архиепископ Вениамин. Так у вас был Максим? Какой епископ? Русаленко, Русаленко. А Максим у вас был, Дмитриев? Какой? Максим. Максим Дмитриев был? Может быть и был, не знаю. Они же ведь и кто сейчас, по каким... Ну ладно, все. Расхождение. А вот в грязях от вас был какой-нибудь верующий? Да. Ну у нас уехал туда алтайский был епископ Дмитриев Максим. Сказали, что у вас там. Ну надо узнавать как-то. Узнавать не надо, я просто так спросил. Просто спросил, у вас какие-то вопросы есть? Да, я что-то хотел спросить. Давайте, чтобы тратить. Да, да, да. Русский дом вот с вашими голубями. Какой номер, какой год, не помните? Не знаю, а что там? Да хотел заказать, чтобы почитать. Может у них в архиве остались. Ну тогда, в коем случае, в скайпе напишите. А что написать? Это надо что? Какой год и какой номер с вашим выступлением в русском доме? А, в русском доме. Так это не мое выступление. А вы откуда его знаете про это? А вы как-то рассказывали, показывали, а я не успел записать. Я сейчас просто гляну сейчас, подождите. Вам видно, нет? Здесь что-то не видно. Вы лучше назовите, какой номер и какой год. Номер 3. 2014 год. 2014 год. Номер 3. Записал. 45. Страница 45, 46 и 47. Статья называется «В этой деревне мы не погашены». Заповедник Владиславия. Очень хорошая статья. Это написал корреспондент нашего края Владимир Васильевич Ритунский. Спецкорреспондент русского дома. Алтайский край. Ага, вот как хорошо. Не видно. По-моему, хорошо видно. Видно, видно. Просто номер это немножко смазывается. Но я записал. Красиво все. Вот оно все. Я, может, в интернете смотрю. Вот смотрите, как первая статья. В этой деревне мы не погашены. Сейчас я покажу дальше. А, вот вижу, 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 вижу. Вот я с голубем стою. Ага, вижу, вот первая картинка. Да, вот так. Хорошо, хоть просвещают корреспонденты. Да, хорошо, конечно. А этот корреспондент у нас больше 20 лет приезжал подряд и никогда не соврал ни разу. Это редкий случай. Понятно. Так, ну, спрашивайте, что надо. А то я уйду. А, лагерь у вас на домах? Летний период. Что-то непонятно. У вас микрофон где-то далекий или что? Детский лагерь у вас на домах. На домах что? Собираемся? Да, 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 да. Как? У нас храм здесь? Детский лагерь, детский лагерь летний. Детский лагерь? Такого лагеря как был нету, теперь просто в гости приезжают люди. Мы несколько домов приобрели в деревню и перешли в деревню. А где лагерь был, теперь музей должен быть. Музей, да? Отличный. Чтобы людям рассказать, как можно в бедности жить красиво и интересно. Без помощи государства можно поднять тысячи детей. Можно. Если с Господом. Да. А вы почему бреетесь? Ну, это, я сейчас буду отпускать это, не буду это бриться. Нельзя, мы же православные, вы посмотрите на иконы, Христос, апостол, пророки, все с бородами. И прямо... Это от моих родственников. Нет, это неверие. Верующий в Бога никогда на это не пойдет. Зачем же на женщину быть похожим? Да вот и вот. Ну, его даже раньше без бороды не хоронили на кладбище, отдельно зарывали. Раз побреюсь, это, не станком, а этой. Вам сколько лет? Вам сколько лет? 47, 48 будет. Ну, 40. Тоже надо отпускать. Вот, вы как часто бреетесь? В неделю сколько раз бреетесь? Два раза. Два раза? А лучше ни разу. Ну, вот посчитайте, за год сколько раз? 56, 100 раз за год только. А 20 умножьте, получается что? Это 2000 раз уже за 10 лет только? 20 тысяч. И раздачник только получаешь только. Это не надо, это никак нельзя, этого. Берующий, как же можно так? Кто-то будет стараться отпускать, раз побреешься этим? Раз, раз, два, это вы даже в церковь не желаете отпускать, и не прищищать нельзя. Каноны же строгие за счет этого. Да вот батюшка говорит, говорит, отпускай бородку. Да при чем тут отпускать-то, ее трогать нельзя. Это надо наказать за это. Это Бог сотворил. Вы Богу противитесь, не человеку, Богу. Бог сотворил женщину, и у них все разное. А сегодня начинает там пол менять и прочее. Ну, человек безумствует. Это противь естественная. Да, вот борода это естественная. Вот она не растет, человек мужает. И тогда он получает донус. Муж чина, он уже в мужа превращается, и какой-то чин у него есть. Да, да, а так получается ни то ни сё. Да ни сё, две мамы в доме. Это всё гомостексуалисты придумали. Ужас. Садомиты. Проклятые. Всё. Скай в город и усики небольшие. А какие у вас еще вопросы? Да пока никаких. Вот так вот просто про журнал спросил. Да, у вас мои книги есть какие-то, нет? Пока нет. Может быть, адрес напишите или телефон я это выпишу у вас. Ну, всё, это я посмотрел. Нет, я посмотрел на полки у вас. Подумал, что там мои книги стоят. Ну, всё, тогда вопрос ответ я отхожу. Давайте, спаси Христос. С Богом, сейчас я скину материал сразу. Хорошо.